После аннексии и оккупации незаконной Крыма мы увидели крайне вялую, если так можно сказать, никакую реакцию демократического мира. Мы можем вспомнить, что санкции были просто смехотворными. Это не всегда означает, что у западных лидеров и у западных стран развязаны руки на то, что они могут, хотят сделать в пользу Украины. Если бы в 2014 году ответ был более сильным, более мощным от мирового сообщества, понятно, что гораздо больше бы задумывался, говоря об Утине, что делать. Он сделал то, что сделал, именно потому что он видел, как мой собеседник сказал, что он увидел эту трусливую реакцию стран и лидеров. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор, как обычно, в 12 часов и 8 минут. Сегодня вторник и у нас важная международная, я бы сказала, тема, третий парламентский саммит международной Крымской платформы. 24 октября в Риге соберет делегации как минимум из 40 стран и даже, может быть, и больше будет. И Крымская платформа – это инициированный Украиной международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова, укрепления европейской и глобальной безопасности. Вот так несколько, может быть, это звучит так казенно, да, но мы будем говорить, я надеюсь, более простыми словами, для того, чтобы наши мысли, те, которые сегодня собрались в студию, с нами смогли понять лучше всего. Давайте представлю своих гостей, потом уже, ну, обозначу немножко тему, по которой мы будем говорить. Лина Вороблевская, исследователь Центра исследований восточноевропейской политики и доцент Рижского университета имени Страды. Здравствуйте. Здравствуйте. Янис Скрастенч, глава депутатской группы по парламентским связям с Украиной Верховная Рада, один из основателей Крымской платформы, секретарь комиссии СЭМа по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции. Янис Лабдиен, приветствую нашу Хелену, дорогую, которая переводит всегда наших гостей, спасибо, Хелена, что пришла, и Олег Кудрин, корреспондент Национального информационного агентства Украинформ в странах Балтии. Здравствуйте, Олег, у нас не первый раз уже в студии. Приветствую наших подписчиков сети YouTube, спасибо, что вы с нами. Сегодня тоже обязательно посмотрите эфир и будем обсуждать. LR4.LV кнопка написать в студию, туда шлите вопросы. И 28040424, это наш WhatsApp, уже знакомый нашим радиослушателям. Пишите туда вопросы, свои реплики по поводу Крыма, судьбы Крыма. Тут я давайте скажу справку. Может быть, кто-то подзабыл, напомнить стоит, что 26 февраля каждого года, не так давно это началось, Украина отметила в этом году, по крайней мере, день сопротивления оккупации Крыма. Напомню, 10 лет назад, 16 марта 2014 года, Россия провела в захваченном ею войсками Крыму незаконный референдум. В этом же году исполнилось 80 лет со дня депортации крымских татар, когда советские власти насильственно переместили коренных жителей полуострова в Среднюю Азию. Насколько я знаю историю, они с развалом Советского Союза вернулись, часть вернулась назад в Крым. Но вот что сейчас с крымскими татарами, тоже будем об этом говорить. И через три года, фактически уже скоро три года после полномасштабной войны, возвращение Крыма остается одним из самых главных вопросов в украинской стратегии победы. И между тем, реагируя на вопросы о возвращении Крыма, официальный Кремль постоянно говорит о том, что, ну вот разные я видела цитаты, но примерно так это звучит, что Западу пора признать территориальные реалии. Ну имеется в виду, что добровольно отдавать России не будет Крым, и вот он такой есть, где вот он есть, кому он принадлежит, считает Россия, что принадлежит ей. Ну вот пора Западу смириться. Тоже об этом будем говорить. Давайте начнем такой немножко с официальной повестки. Господину с Красненшинара вопрос. Вот сейчас пройдет цель парламентского саммита. Третий уже по счету. Вы видите какие-то вопросы, которые, возможно, будут отличаться от предыдущих двух саммитов? Что будет самое главное? Может быть, три каких-то важных вопроса, которые будут обсуждаться активнее всего? Я думаю, мы все почувствуем после самого саммита, но я предполагаю, что сейчас, конечно, будет обсуждаться вопрос Крыма, проблемы Крыма, проблемы крымских татар, но сейчас очень сложно это отделить от общей ситуации в Украине как таковой. Сейчас очень много крупных государств тоже говорят, что сейчас нужно немного успокоиться, то есть мы успокоимся и ждем этого важного события выборов президента США. Мы с этим не согласны, об этом нужно говорить все время. Да, выборы будут важны и для Крыма, и для Украины в целом, но это не означает, что остальной мир должен замолчать и ждать чего-то. Именно маленькие страны, страны Балтии, Польша, их активность в полномасштабном вторжении, то, что началось с нападения, тогда именно активность малых стран, поддержка Украине в тот момент, когда большие крупные партнеры сказали, ну что мы теперь сделаем. Мы своим примером заставили, мы показали, что мы можем давать процент своего ВВП, мы стали примером, образцом, и я думаю, что эти вещи тоже будут теми, которые нужно будет подчеркивать, говорить о них снова и снова, не можем об этом забывать, мы не должны забывать. Вам вопрос, на который я тоже попрошу ответить и Элину, прежде всего, и Олега тоже потом. Вот насколько такие мероприятия, на ваш взгляд, показывают вообще свою эффективность? Ведь если мы говорим о деоккупации Крыма, то понятно, что Российская Федерация упорно игнорирует международные права и международные сообщества. То есть они говорят, вот признайте территориальные реалии и все, успокойтесь. Насколько такие мероприятия эффективны? По-моему, главное, нужно делать все, что мы можем сделать. На поле боя украинская армия делает все возможное, и поддержка военная важна. И мы можем сказать и из нашей истории, вот эти 50 лет оккупации, мы, благодаря тому, что большая часть цивилизованного мира, Запад, не признавал аннексию стран Балтии и так далее, все время говорили об этом, повторяли, это помогло нам, когда была возможность выйти из состава и восстановить независимость нашего государства. Очень важно об этом не забывать. И, казалось бы, в Советском Союзе, ну что можно сделать в Советском Союзе? Включили и все, но важно не переставать, важно продолжать свой путь и ждать возможности реализовать свои цели. Слушай, вот я видела, что, да, это важный форум для того, чтобы напомнить, скорее, мировому сообществу, что есть еще и крымская проблема, потому что, как мне кажется, немножко сейчас все-таки с началом полномасштабного вторжения России в Украину, это Крым как будто отодвинулся на второй план, что давайте вот мы сейчас разберемся тут, а потом и с Крымом. Вот есть такой немножко момент, вот насколько это действительно показывает эффективность, учитывая, что Россия вообще не хочет ничего слышать по поводу какого-то возвращения Крыма. Да, если мы ожидаем эффективность с той точки зрения, что такие форматы заставят Россию как-то реагировать или заставят Россию что-то делать, тогда, если мы так будем мерять эффективность, тогда аргумент, да, будет в пользу того, что это неэффективно. Но в первую очередь я бы хотела сказать, что такие форматы помогают поддерживать сплоченность, противостояние против агрессора, противостояние против того, как сейчас, каково состояние сейчас на Украине. И я бы сказала, что такие форматы, они никогда, ну, они не идут впустую. Это всегда еще один момент, когда союзники могут встретиться, обсудить проблемы, обсудить точки соприкосновения. Может быть, из этого родятся какие-то новые форматы общей какой-то кооперации по важным стратегическим вопросам. Да, Крым, может быть, сейчас не самый первый пункт на повестке дня, но он в ряду этих... Он сейчас уже стал долей чего-то намного большего. И это вопрос о том, ну, какой будет выход из войны, какое будет состояние Украины после войны. И доля того, ну, чего мы хотим добиться, и, конечно, мы хотим все добиться того, чтобы Украина сохранила свою территориальную целостность, такой, какая она была. Вы интересно сказали, что сейчас Крым стал нечто большим, да, чем такой рядовой вопрос. Я вспоминаю, Олег, наверное, вы тоже помните, что в свое время вопросы, чей Крым, он стал такой лакмусовой вообще бумажкой, на какой идеологической плоскости ты находишься сейчас, да. Вот спрашивали, чей Крым, и ждали ответ, и смотрели, где ты находишься. Сейчас, может быть, это не настолько актуально, но, по крайней мере, я помню, может быть, Янис поправит даже, по-моему, на границах. Есть такой вопрос, когда кто-то въезжает, и непонятно его, ну, вот, как-то идеологический настрой там, или как-то, может быть, убеждение. В Литве, по крайней мере, точно спрашивают, вот, чей Крым. И тут уже вопрос, как ты на это будешь отвечать, и тогда сразу понятно, вообще-то, где ты есть, да. Хотел бы подхватить и продолжить то, что сказали уважаемые мои собеседники. Крым не первый в повестке дня сейчас, но он первый в исторической хронологии. Что это значит, да. Он имеет огромное значение, и Крымская платформа, она выходит далеко за пределы своего изначального названия, потому что после аннексии и оккупации незаконной Крыма мы увидели крайне вялую, если так можно сказать, никакую реакцию демократического мира. Мы можем вспомнить, что санкции были просто смехотворными. Они были настолько несерьезными. Более серьезными уже были санкции после начала войны на Донбассе. Поэтому так важна эта платформа, и поэтому она настолько болезненно воспринимается российской стороной, страной агрессии. Как они, кстати? Вы, Санара, просто следите, видите эту реакцию на эту крымскую платформу. Что говорят? После начала полномасштабной войны они уже не так сильно реагируют. Это стало для них будничностью, что тоже можно понять, поскольку после этого уже произошло еще одно вопиющее нарушение международного права, так называемые референдумы, так называемое присоединение еще четырех регионов Украины. Но они, да, продолжают реагировать также негативно. И также хочу повторить, может быть, другими словами то, что уже было сказано. То, что после саммитов Крымской платформы и общих саммитов, и парламентских саммитов не наступит декупация, на данный момент, очевидно, все решается на поле боя. Но это не значит, что их не нужно проводить, потому что эта война, многомерная война, война между демократиями и диктатурами, многомерная, она идет на разных фронтах. И военном, и дипломатическом, и экономическом, и информационном. Дипломатический фронт не менее важен. Руслан Стефанчук вчера был в Вильнюсе, там была межпарламентская ассамблея украинско-литовская. Сегодня он представил план победы в эстонском парламенте реки Когу. И он подчеркнул, что ведущей темой, с украинской точки зрения, будет восстановление территориальной целостности и суверенитета на этом саммите. Это будет ведущая тема, отталкиваясь от Крыма как код первого прецедента. Да. Вы хорошо сказали про то, что реакция Запада была слабой, да, откровенно. И тут вот у меня вопрос. Если бы украинцы все-таки в какой-то мере в 2014 году воевали за Крым, я не знаю, как это, вот не хочу сейчас даже предполагать, как это могло бы быть, даже пускай символически. Как вы думаете, отважился бы Путин на, скажем, агрессию в сторону Донбасса, и дальше уже, как мы видим, куда это развернулось? Не было ли это ошибкой, то, что, в общем-то, Крыма дали? Я думаю, что это было, конечно же, ошибкой, но, скажу по своим ощущениям, то, что произошло в 2014 году, и затем полномасштабное вторжение, я хоть и слежу за всем тем, что происходит в мире, я был в шоке. Я, честно говоря, не мог себе представить, что в 21 веке в Европе здесь может происходить что-то подобное. Казалось, что мы к этому более или менее готовы, потому что, ну, знаешь, его можно ожидать от соседа. Был, был. Мне казалось, что такими методами, которые похожи на 40-й год в Латвии, Литве, Эстонии и так далее, что опять это еще раз сделать похожим образом, мне казалось это очень и очень странным. Мне казалось, что мы в нашем развитии в 21 веке уже подвинулись гораздо дальше, и, возможно, тем руководителям государств, которые дальше отсюда находятся, сложнее это было принять. Мы находимся в Евросоюзе, в Европарламенте, и депутаты стран Балтии и Польши, которые знают, о чем идет речь. Всем доказывали, рассказывали, что не произошли такие большие перемены с этим соседом, как многие утверждали. И после полномасштабного вторжения России в Украину мы раскачивали, пока не раскачали Германию, например, чтобы они начали хоть сколько-то помогать военным образом Украине. Было очень большое сопротивление. Конечно же, если бы в 2014 году ответ был более сильным, более мощным от мирового сообщества, понятно, что гораздо больше бы задумывался, ну, вот, говоря о Путине, что делать. Он сделал то, что сделал, именно потому, что он видел, как вот со мной собеседник сказал, что он увидел эту трусливую реакцию стран и лидеров. Вы качали головой, вы говорили нет, вы не согласны, да? Если позволите, да, я не вполне могу согласиться с глаголом отдали. Сопротивление было, и оно просто было в другой форме. Какой? Нежели оно началось позже. Украина на тот момент, украинские вооруженные силы психологически не были готовы к большой войне. И психологически, и технически, и всячески. Страна находилась под управлением, ну, скажем честно, президента, предателя Януковича. Российская агентура пронизывала силовые структуры очень сильно. В Крыму местные воинские подразделения, украинские, формировались из местных жителей. И это была хорошо подготовленная спецоперация. Это была гибридная война, которой не только Украина, но, повторюсь, и мир не был готов. Сопротивление было, повторюсь, в другой форме. Там старались не пускать в ход огнестрельное оружие с украинской стороны. Можно вспомнить, и несправедливо об этом забывать, есть художественный фильм, если не ошибаюсь, он называется «Черкассы». По имени корабля эти подонки, извините, штурмовали по ночам. И там бои были примерно, как раньше были бои между фенами футбольными. То есть дрались просто дубинками, черенками. И по ночам они штурмовали, украинские подразделения отбивались. Тогда еще не хотели допустить огнестрельной войны. Тогда же блокировались украинские военные части. Украинские патриоты, активисты подвергались жесточайшему преследованию. Крымские катары, татары, надежные сторонники украинской государственности тоже. Нельзя забывать о том, что похищены были десятки людей и запытаны там. Понимаете, несправедливо это все будет назвать словом «отдали». Это не «отдали». Это была гибридная операция, повторюсь, к которой мир не был готов. И уже только после захвата Славянска Гиркиным, который сам хвастался, что война началась с него, началась настоящая огнестрельная война. И тоже можно вспомнить, что было несколько случаев и несколько погибших в Крыму были с украинской стороны, застреленные оккупантами. Вот это очень важное, по-моему, дополнение. Да, Элина, как вам кажется, все-таки, ладно, мы будем аккуратнее говорить слово «отдали», «не отдали», но фактически можно сказать, что, скажем, слабая реакция мирового сообщества стала таким классикой безнаказанности. То есть, когда тебе что-то не отдают, ну, по крайней мере, ты спокойно это можешь забрать, то ты двигаешься дальше. Не было вот такого отпора. Может быть, вам, как кажется, чему-то научил этот мир? Вот это вся история, опять же, с Крымом и дальше с Украиной, с Донецком какая-то, я не знаю, вошло это в учебники, и, по крайней мере, как-то это потом дальше... Я надеюсь, хотелось бы так думать. Может быть, немного продолжив то, что уже сказали мои собеседники, я бы тоже не хотела бы говорить, что прямо Крыма дали. Но если мы говорим о реакции Запада, союзников, на то, что происходило в 2014 году, тогда я абсолютно согласна, что реакция была неадекватна, ну, непропорционально маленькая, недостаточная, ну, несерьезная на то, что происходило тогда. Если мы сравниваем сейчас, ну, конечно, немного некорректно, может быть, сравнивать, потому что сейчас война совсем других масштабов. Но я бы хотела сказать, что Запад, я думаю, по большей степени, в большинстве случаев, всё-таки учился на примере 2014 года, понимает всю серьёзность ситуации. Но это не всегда означает, что у западных лидеров и у западных стран развязаны руки на то, что они могут, хотят сделать в пользу Украины. И мы видим, что особенно внешнеполитические какие-то перипетии, выдуманные, невыдуманные красные линии, которые, предполагается, есть у России, разных, многих всяких препятствий высвечивается. В теме тех вопросов, ну, например, про то же, может ли Украина использовать оружие на территории России, ну, вот, например, США, они говорят, что вот красная линия, мы не хотим провоцировать Россию. Всё-таки, ну, нет такой ситуации, что западные союзники говорят, ну, всё, мы ва-банк идём. Такого, конечно, нету. Есть какие-то политические, экономические причины, почему что-то происходит быстрее, что-то медленнее. Но, в принципе, я бы сказала, что нету больше такой, по большей части, нету такой наивности по поводу того, что может или не может сделать Россия. Насчёт судьбы крымских татар, я понимаю, будет обсуждаться эта тема, и там даже в каком-то пресс-релизе я видела, что будут искать новые пути, как вот эту судьбу как бы помочь решить. А что тут может быть? Вот есть эти крымские татары, я понимаю, там многие эмигрировали после как раз аннексии, около там какие-то тысячи эмигрировали. Может быть, вы точнее знаете? Я точные цифры сейчас не назову, там судьба трагическая, потому что речь не только о Крыме, но крымское ханство когда-то распространялось на Крым и на прилегающие территории, нынешние территории Херсонской и Запорожской области Украины. И те крымские татары, которые жили там или которые эмигрировали, переместились туда после оккупации Крыма, они повторно оказались под российской оккупацией. После 24 февраля, что совершенно ужасно. И в первую очередь призываются в армию страны-агрессора крымские татары. Они подвергаются там жесточайшим репрессиям. Хизбут-Тахрир, мы знаем такую организацию, по которой даются какие-то людоедские сроки, там от 12 до 19-20 лет. И всякое проявление недовольства, общественной сгуртованности, объединенности преследуется очень жестко, и это очень тяжело. Что можно сделать? Ну, информировать, прежде всего, мировую общественность, чтобы она боролась за этих людей. Там адвокатов преследует самое... С права человека, да? Да, да, да. Ну и помогают в какой-то степени мусульманские страны. Турция, в которой Кремлы, как называют, самоназвание крымских татар очень много, сколько Российская империя их вытеснила. Турция помогает, ну и другие мусульманские страны помогают иногда освобождать, как вот сейчас. Да, кстати, интересно, что Турция, она недавно была встреча с Путиным, Эрдоганом, и он сказал, что крымский полуостров должен быть возвращен, и, по-моему, в российской прессе это вызвало такое, как? Мы не ожидали от Эрдогана, что он встанет вообще вот так вот, да? Вообще удивительно, нет? Ну, Турция в целом такая многообразная страна, и они занимают такую позицию, с одной стороны, с другой стороны, их пляжи доступны для российских туристов. Но если мы вернемся к крымским татарам, после передачи у меня предусмотрено две встречи, одна из них с депутатом украинского парламента, мы будем говорить об украинской платформе, и вторая встреча с Тамилом Ташевым. Он является представителем президента в автономном Крымском округе, и с ним мы будем как раз говорить о том, как мы можем обсуждать эту тему на саммите, и что еще мы можем сделать, потому что, как коллега правильно сказал, там очень сложная ситуация, очень, но это не значит, что эти вопросы не следует поднимать об этой теме, нужно говорить снова и снова. Есть что добавить? Да. Если позвольте коротко, начинается в Казани саммит БРИКС, БРИКС плюс, и там тоже уже российская сторона анонсировала встречу на полях и разговоры с Реджепом Таипом Эрдоганом. Очень интересно будет послушать, что он там скажет. Двойственная политика, с одной стороны, он освобождает командирова Азова, а с другой стороны, там продолжает торговлю, продолжает принимать российских граждан, российские капиталы, и так и в этом случае. Да, по-моему, мир просто часто, многие страны в мире действуют согласно своим каким-то экономическим интересам и, в общем-то, наверное, где-то игнорируют какие-то вещи, которые, ну, не знаю, как-то можно оценивать. Ну, Турция один из, мне кажется, самых наглядных примеров тому, что, может быть, в какие-то моменты политические, дипломатические есть какие-то вот эти большие, большие публичные анонсы про всякие такие очень щекотливые темы, но, с другой стороны, ну, деньги не пахнут. Вот именно, да. И при всем том, надо быть благодарными за то, что они выполняют меморандум Монтрео и не пускают российский военный флот через проливы, и можно только поблагодарить. Запомню, мы говорим о третьем парламентском саммите Международной Крымской платформы, которая состоится 24 октября. Наши слушатели, интересный вопрос пришел, дайте нам, пожалуйста, гости, четкое определение, что такое оккупированная территория. И наш слушатель даже добавляет дальше, большая часть земли оккупирована мощными странами, ну, в историческом контексте, наверное, да, постоянно шли войны. И в этом плане еще один вопрос. А как бы сейчас участники, которые сидят в вашей студии, ответили бы на вопрос, чей? Крым. Потому что если они приедут в Крым, то там будут российские рубли. Ну, то есть, как правильно отвечать? Как это? Как вот вас спрашивают, Олег? Да, да. Знаете, это, по-моему, после 30-летней войны в 17 веке появилась попытка как-то утрясти международные отношения и придать им какую-то оформленность. Поэтому здесь очень легко определить. Оккупированная является та территория, которая не, как сказать, захват которой не соответствует международному законодательству. Все очень легко. Да, в Крыму могут ходить временно, я уверен, российские рубли, но это, безусловно, оккупированная территория. Очень плохо. Да, чей Крым? Украинский? Ну, а, естественно, украинский. В 91-м году были закреплены границы, и в 91-м году территория Украины получила международное признание, в том числе и со стороны России. Вот это есть те границы, которые все признали. И копаться в более далеком прошлом, заглядывая на века назад, всю землю можно считать чужой территорией. Но в цивилизованном мире нужно перестать это делать. Есть международные признанные территории, границы, и на этом мы стоим. И границы 91-го года Россия признала, я напомню еще раз, если мы говорим о территории Украины. Да, то есть многие, я знаете, вижу, апеллируют к тому, что это была ошибка Хрущева, который отдал Крым в каком-то году, присоединил к Украине, и вот потом про это забыли. А вот если бы этого не случилось, ну, это я вижу, вот этот нарратив, который... Это российский нарратив, и Путину нравится вытягивать исторические факты и оперировать ими, и представлять их в таком свете, который, ну, как бы соответствует его внешнеполитическим амбициям, и его каким-то вот этим... Да, его внешнеполитическим амбициям. Позволите, раз уж мы упомянули российский нарратив, нужно хотя бы кратко сказать, почему это все полнейшая глупость. Крым после выселения крымских татар. 44-й год, напомню. Да, да. Пришел, ну, по большому счету, в запустение, потому что туда переселялись из глубины России люди, крестьяне, которые не имели опыта хозяйствования, совершенно оторванный от Российской Федерации. Он был в скверном состоянии, и его присоединение к Украинской ССР диктовалось прагматизмом и хозяйственными нуждами, потому что прилегающие территории украинские, там был всегда процент украинского населения. Украинское население с Херсонской области имело подобный опыт хозяйствования со Степным Крымом, строительство Северокрымского канала и новый этап хозяйственных преобразований. Поэтому это не была какая-то глупость Хрущева. Это был сугубо прагматичный шаг в рамках советского, извините, законодательства. Да. Напомню, телефон прямого эфира 28-04-04-24. Пишите туда вопросы, пишет наш слушатель Трамп, грозится ударить по Москве, когда станет президентом. А на мой взгляд, это нужно было сделать еще в 2014 году, чтобы вправить мозги Путину. Тогда бы и не было широкомасштабной войны. Пишет наш слушатель, ну кто знает, что бы там было, если бы тогда это случилось в 2014 году, может мы уже 10 лет все были бы в войне. Я не знаю, трудно так сказать, вот если бы там... Если все эти выражения Трампа поставить в один файл, столько интересного можно было бы увидеть. Вряд ли, что это тот человек, который... Все тоже, вы подчеркнули о том, что все-таки выборы президента, которые состоятся уже в ноябре, это такой, если не решающий, но достаточно важный момент в том, как будут разворачиваться события в Украине. Есть опасения, что с приходом Трампа что случится? Ну, по поводу Камалы Харрис, если она выиграет выборы, можно более или менее прогнозировать ее дальнейшие действия. И они могут быть очень похожи на те, что сейчас у президента Байдена, с надеждой, что она будет немного более активной, улучшить ситуацию, потому что в последнее время господин Байден очень-очень-очень малоактивен, скажем так. Трамп — это большой мистер Икс. От него мы слышали все, в том числе оказались даже и угрозы бомбардировки Москвы и о том, что он принудит президента Зеленского капитулировать. Но от такого большого неизвестного, ну, это очень большой вопрос, мне кажется, разумный мир все же надеется на более прогнозируемого президента, на победу Камалы Харрис. Которая четкая позиция есть, да, уже заранее озвученная четкая позиция. Да, примерно понятно, чего можно ожидать от возможного президента. С Трампом ничего не понятно. С Трампом мы жили, или с другой стороны, да? Вы жили, жили, ничего какого-то ужасного мирового хаоса не случилось. Был он, ну, может быть, это не так все? Ну, тут, я думаю, пару вещей, ну, надо немножко так сложить по полочкам. Во-первых, по поводу Трампа абсолютно согласна. Самый большой его минус – это непредсказуемость. Но надо как бы немножко безэмоционально смотреть на него, потому что не все далеко, не все, что он говорит, он может сделать и делает. Так что то, что плохо в Трампе, то, что он как бы, он нагоняет на многих панику своими высказываниями по поводу того, что он сделал бы, не сделал бы, сделает, не сделает. Но реально его поступки, они все-таки отличаются от того, что он говорит. Так что, ну, сеять панику по поводу того, что если будет Трамп, ну, все-все-все будет плохо, я бы осторожно с такими высказываниями. Но при этом, Олег, насколько было вообще обидно слышать, когда были какие-то предвыборные дебаты, когда Трамп сказал про Украину, что как-то там были очень обидные слова. Я сейчас боюсь ошибиться, чтобы ни в коем случае там не наврать, но что-то такое Украина там себя изжила. Ну, что-то были. Его слова не всегда соответствуют поступкам. Два пункта коротко хотел бы сказать в связи с этим. Первый. На Рижском кинофестивале в воскресенье прошел фильм в программе «Фестивал Селекшн» о Трампе. Забыл сейчас, как он называется. Очень хороший фильм о молодости и становлении Трампа. И многое станет понять. Художественный, недокументальный художественный фильм с хорошими актерами. Али Аббаси, иранский режиссер. Просто советую посмотреть его. Я уверен, что если он уже был на РИФ, то дальше будет в кинотеатрах и потом по телевидению. Он показывает суть во многом Трампа. И даже не уверен, что Трамп на него обидится, хотя там есть много. Казалось бы, неприятного. А второй пункт. Важно учитывать, что это будет Трамп 2.0. Трамп 2.0, когда он уже во многом все-таки республиканскую партию перестроил под себя. И он уже имеет опыт. Он уже имеет опыт, знает, чего ждать от американской демократической системы. А он не любит ей подчиняться. Он любит управлять, как он раньше управлял только своим бизнесом. Вопросы от слушателей еще озвучу. Сейчас один скажу. А потом у нас еще около трех уже поступило. Не чувствуете ли вы, наверное, я вижу, что это больше вам вопрос. Может быть, или нет тоже. Что со временем, спустя там три года, поддержка Украины становится слабее. Чем дальше от, скажем, чем дальше в Западную Европу, тем меньше это чувствуется. И нет ли здесь угрозы, спрашивает наш слушатель. И я думаю, что слушатель прав. Это так и есть. И это является одной из причин, почему такой саммит, как сейчас происходит, проводится в Рике, необходим. Устают не только те страны, которые далеко от Украины. Устают и те страны, которые находятся по близости. И мы должны друг друга поддерживать. Мы все надеемся, что будет быстрее, более успешно. И, как говорится уже, да, мы начали шить платье для победного балла. Но, наверное, его еще нужно подождать. И мы должны поддерживать демократическое общество, должны держаться вместе. Да, тоже. Если мы говорим о помощи Украине, то сейчас уже довольно ясно, видно, по тому же примеру Германии, Франции, по тому же примеру США, которые, окей, сейчас в таком подвешенном состоянии перед выборами. Хорошо. Но мы уже говорим о том, что помощь, она, ну, будем надеяться, что она не станет намного-намного меньше. И мы не настолько устали помогать. Но мы говорим о том, как поддерживать эффективность этой помощи, возможно, в других формах. Например, делать Украину более самостоятельной, способной, ну, например, производить свою муницию. Мы говорим об инвестициях в Украину для производства. Это тоже помощь, но другая форма. Так что нам надо понемножку, возможно, уже перестраиваться. И перестраиваться на том, как мы воспринимаем, что такое помощь Украине. Это не всегда вагон иммуниции или такая форма помощи, которая была до сих пор. Очень важно, очень важно здесь связать, да, с Крымской платформой, как господин Скоростенч это сейчас сделал. И, да, именно для этого нужны подобные мероприятия, за что огромное спасибо Латвии. Третья замечательная столица Загреб, Прага, Рига. Да. Это одно. Второе, да, затягивание большой войны крайне опасно. И не только для Украины, потому что у России людские и прочие ресурсы больше. И она использует поддержку других авторитарных, тоталитарных стран, надежную и очень стабильную поддержку. Это очень опасно для демократического мира. И тут балтийские страны и Польша должны объяснять дальше, извините, по цепочке, насколько это опасно. Мы видим негативные процессы, которые сегодня идут в Германии местных выборах, в Австрии на больших выборах. Мы видим Венгрию, ноу-коммент. Непонятная немножко такая ситуация двусмысленная в Словакии. И чем дальше так будет, без более сильной помощи, поддержки, согласен, что она может быть в разных формах Украины, это будет затягиваться и приводить к огромным рискам. И еще один важнейший фактор – многомерная война. На это наслаиваются другие конфликты, которые вписываются в это. Война на Ближнем Востоке. И сейчас недавно прошли учения, чрезвычайно опасные учения Китая по блокированию Тайваня. И уже в открытую буквально говорится, что в 1927 году может начаться историческая война за возвращение Тайваня. Понятно, что на данный момент это прежде всего давление психологическое, но кто знает, кто знает. А представим себе, что… Да, на Ближнем Востоке год уже происходит… Представим себе, что Российско-Украинская война, да. И раньше, позже, не знаем, а еще и Тайваньская война наложится, да. То есть это действительно беременно мировой войной и противостоянием теперь, в отличие от Второй мировой войны, демократии и диктатур разделенных достаточно очевидно. Еще у нас мало времени осталось. Еще хотела бы вопрос задать очень важный, как мне кажется, вот сейчас много говорят о том, как же, наконец, прекратить войну. Вот Элина уже сказала, что один из вариантов – это разрешить все-таки дальнобойным оружием бить на территорию России, но пока там консенсуса нет. Но часто эксперты говорят все-таки о мирных переговорах, да, и о территориальных уступках. По сути, речь идет о том, чтобы за мир расплатиться Крымом и Донбассом. Вот не означает ли это то, что если вдруг даже этот вопрос будет обсуждаться как вероятный, то вообще наступит какой-то полный крах законности в мире, как вам кажется? Я полностью с вами согласен. Если так происходит, это означает, что я думаю, что и такие страны, как Северная Корея, может начать о чем-то думать и так далее. И мне кажется, мое мнение, что такие разговоры звучат, они достаточно часто, и от высокопоставленных людей в том числе, и от тех людей, которые были связаны с властью в Украине. Вот господин Арестович, я это слышал в интервью, и это очень опасно. И я считаю, что об этом сейчас не нужно даже говорить, нужно бороться, нужно идти до конца. И то, о чем моя собеседница говорила, что да, нужно способствовать производству в Украине, это уже происходит, Украина уже начинает производить, и я думаю, что скоро уже сможет использовать лучшее стратегическое вооружение, в том числе и ракеты. И тогда уже не придется ни у кого просить разрешения использовать их против легитимных военных целей на территории России. И это правильный путь, которым нужно продолжать идти. Говорить о такой торговле территориями очень опасно, потому что это очень быстро услышат те, ну как бы уставшие, о, да-да, вот это хорошее решение, потому что многим уже все равно, лишь бы был мир. А с другой стороны, Газмин Красненчев, вот кто-то слушает нас, говорит, а, ну вот сидят они в студии в теплой, да, бомбежек не слышат. Да, вот такие сытые, все довольные. Ну, про нас, про всех. И, наверное, люди в Украине, может быть, и по-другому думают, может быть, они уже действительно устали. Можем ли мы говорить о том, вот как правильно, а как нет, советовать? Или на? Я спрошу у вас этот вопрос. Спасибо, что ты спросили. Не, ну это усталость, мы не можем даже представить, каково это жить в таких обстоятельствах. А можем ли тогда говорить, боритесь до конца, идите, отстаивайте? Ну вот я про это, я не знаю, как правильно. Если у нас такие права, мы можем поддерживать, это наше право, наше право и наша обязанность поддерживать. Диктовать кому-то, как правильно или как менее правильно, я думаю, у нас нету таких прав. Но я бы хотела согласиться уже с тем, что сказал мой коллега. Если идти на какие-то территориальные уступки, это ставит очень опасный прецедент на будущее. Мы сейчас говорим о гипотетическом, конечно, будущем, но все-таки о нашем будущем. И поэтому, я думаю, так важно, и то, что Зеленский сейчас делает, это максимально хочет добиться, максимально укрепить позиции Украины на тот момент, когда действительно будут разговоры о мире, чтобы Украина была в максимально стабильных и таких хороших позициях для того, чтобы не идти вот на такие уступки и не ставить такой позиции. Еще, мне кажется, важным тоже, все-таки, чтобы мировое общество тоже понимало, с кем можно сотрудничать или нет. Может быть, вы знаете о том расследовании Радио Свободы, о том, что МАГАТЭ, например, сотрудничала как раз с, сейчас скажу, на оккупированном Крыму как раз производила какие-то закупки, например. Ну, это вот Радио Свободы, по крайней мере, у них было такое исследование. Этих расследований настолько много. Окей, мы не будем сейчас уделять внимание этому расследованию. Что вы думаете по поводу сказанного? Я бы здесь сменил ракурс. Вопрос не в том, нужно или не нужно идти уступки, а в том, зачем появляются подобные вопросы и подобные нарративы. Такое впечатление, что они появляются в первую очередь с целью дестабилизации Украины. Какие нарративы еще расскажите? Нарративы о том, что... О терротериальных уступках, да? Да, да, и так можно достичь мира. Они, такое впечатление, что они запускаются с российской стороны с двумя целями дестабилизации Украины. Арестович говорил это. Господи, а кто такой Арестович? Ну, кто? А кто такой Козлевич, извините, вспоминая классический роман? Кто такой Арестович? Ну, давайте не будем делать... Ну, прислушивались к его мнениям, советам? Что случилось-то? Давайте мы не будем, у нас мало времени. А ладно. Чтобы обсуждать Арестовича. А второе, это нарушить консолидированность демократического мира и западных стран такими разговорами. В реальности российская сторона, Путин, его приближенная вся эта банда, не собирается идти на это. Им на данный момент нужна вся Украина. Вся Украина частично разделенная, частично просто присоединенная, частично сателлитная, которую можно... Контролировать. Да, да. Поэтому зачем, зачем идти вслед за этими нарративами? Ну, 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 это, извините за сленг разводка. Разводка. Поэтому, ну, мне кажется, неправильным это обсуждать без учета того, что реально говорит и чего реально хочет российская сторона. Украина есть силы бороться дальше, идти? Да, это замечательное слово резилиенс, которое на всех конференциях по безопасности, насколько сильна устойчивость Украины. Украина не идеальная страна. Украина страна, в которой демократия находится в стадии становления. И то, что она уже смогла сделать, находясь под таким жестким давлением, это уже очень много. Но Украина показала свою устойчивость в невероятных условиях, в условиях, когда, ну, будем честно говорить, в демократическом мире мало кто верил. Да, Украина имеет устойчивость эту и дальше. Да, Украине можно и нужно что-то советовать, что-то рекомендовать. Но нужно понимать обстоятельства, которые существуют. Нужно понимать, что эта страна в стадии трансформации, которая была застегнута. В такой чрезвычайно тяжелой стадии мы понимаем, что такой переход от авторитаризма к демократии, да, сколько диссертаций научных работ об этом написано. Но тут еще такая большая тяжелая война. Украине есть устойчивость, ей нужно помогать разными способами, в том числе не давая рыбу, а давая удочку, в том числе не давая снаряды, а давая возможности где-то производить их. Ну, там, либо на территории Литвы и Латвии, либо в горных пещерах, о чем тоже уже говорилось. У нас мало времени осталось, но я буквально тут несколько вопросов была, ну, примерно, они из одной и той же серии, наверное, это тоже, Олег, вам. Десять лет прошло с момента оккупации Крыма, возможно, что и люди, которые там живут, у них уже тоже поменялись нарративы. Такое может быть и является ли это опасностью? Вы просто наверняка знаете, следите за тем... Ну, во-первых, во-первых, да, там какая-то часть населения уехала, наиболее проукраински настроена. Во-вторых, другая часть, там репрессивная жесткая система. Об этом хорошо поговорить рекомендую с адвокатом Николаем Полозовым, который много работал в Крыму, который хорошо знаком со всеми этими проблемами. Он сейчас, естественно, в эмиграции, если не ошибаюсь, в Германии. Третий пункт важнейший. Туда привезено много населения из Российской Федерации, которые, да, считают, ну, это нормально, это нормально, наша территория и все такое. Поэтому здесь ситуация тоже многомерная, которую надо изучать. На Рижской конференции по безопасности разговаривал с эстонским замечательным экспертом Дмитрием Тепериком. Вот у него есть исследование, как раз посвященное проблемам психологической деоккупации Крыма. На мой взгляд, правильно, что уже сейчас эти вопросы рассматриваются. Этот вопрос лучше задавать ему. Конечно, проблемы есть. Конечно, такое долгое время. Да, 50 лет и ничего. То есть, если есть... Если более худшее... Я к тому, что... Ну, нет, мы же смогли преодолеть это все. Да, конечно, какие-то, может быть, последствия есть. Но я думаю, что мы еще продолжаем преодолевать. Продолжаем? Сколько времени нужно, Парварет? Сколько надо будет. Политическую систему можно изменить несколько раз за один день. Но люди меняются гораздо медленнее. Сейчас еще много в Латвии говорят о демократии, не понимая, о чем говорят. Да? Демократия, как вы считаете, еще в процессе становления, Лина, да? Я думаю, что наше понимание... Это не в Латвии. Это мировоззрение такое. Понимание о том, что такое демократия, что означает демократия, оно меняется. Оно меняется. Какие-то все-таки основополагающие принципы демократии должны быть такие... Мы как общество. Мы меняемся, поэтому меняется наше восприятие о разных вещах и процессах. И это, мне кажется, только нормально. Спасибо. Я не говорю, что это плохо. Да. Спасибо большое. Я надеюсь, что ваш форум будет продуктивным. И что мы по итогам, возможно, тоже как-то сделаем. Или хотя бы в итогах недели поговорим об этом событии. Еще раз представлю гостей. Элина Враблевска, исследователь Центра и исследователь Восточноевропейской политики, доцент Рижского университета имени Страдыни. Спасибо. Янис Красныч, глава депутатской группы по межпарламентским связям с Украиной Верховная Рада. Один из основателей Крымской платформы. Спасибо большое. Олег Кудрин, корреспондент Национального информационного агентства Украинформ в странах Балтии. Спасибо большое, дорогие друзья, что вы пришли, рассказали об этом событии. Вопросов было много. Был один вопрос, который я Олегу потом задам. После этого нет времени. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймон. И завтра в 12.10 подключайтесь к открытому разговору. Сегодня всем пока. Удачного дня. Открытый разговор Площадка для обмена мнениями по самым важным темам С Ольгой Князевой На Латвийском радио 4 Площадка для обмена мнений по самым важным темам